А ты хороший. Лавочка тут. Да? Смотри, кто там. Мама. Москва приветливо встретила королеву красоты из Ижевска. Она в большом городе своя и среди своих. Мусульманский платок на голове русской красавицы шокировал удмуртскую общественность. Москва же, по-видимому, привыкла ко всему. Русские мусульманки, конечно, вызывают интерес, но чувствуют себя здесь спокойнее, чем на периферии. Как бы очень много было народу, зрителей, да. Очень много было мужчин, и мы в купальне, как перед ними пилили. Это, конечно, ужасно, но ничего. Конкурс красоты, дискотеки, мальчики. Всего 17 лет, а это уже нелепое прошлое. Путь к исламу Илоне показали родные сестры, и для тех русских девушек, что становятся мусульманками, это самый распространенный случай. Приять ислам под влиянием мужа или родственников. Ну, это прямо, что твоя сестра все-таки, если бы они не предлагали тебе книги, не рассказывали... Да, возможно, я бы и не пришла в ислам. Мусульманин не может взять в жены неверную. Эта русская девушка, будущий врач, приняв ислам, теперь может выйти замуж за ингушского строителя. Никях, мусульманская свадьба в мечети, не похож на девичьи мечты о пышном торжестве. 20-минутная церемония, и ты верная жена. Самая хорошая жена для тебя та, на которую ты, если посмотришь, то твои глаза будут радоваться. Сколько русских молодых девчонок принимает ислам, почитать невозможно. Статистики такой нет. Одни идут за мужем, другие выбирают эту религию осознанно. Наташа сначала стала мусульманкой Лейлой, а уже потом вышла замуж. Теперь подыскивает мужу вторую жену. Ну то, что я вижу, что в нашем браке это необходимость. Это не только моего мужа решение. Мы это обговаривали. И из-за того, что у меня слабое здоровье, очень слабое, от меня, наверное, половина жены остается даже. Можно сказать, что из меня еще одной жены полторы жены получится. Если это будет женщина, которую мы найдем вместе, даже в первую очередь я, потому что мой муж сказал, что я найду, а у него нет таких, чтобы она была там. Любовь какая-то, трясучка там, приведет в нее и так далее. То есть, в принципе, вот это и такое. У него сердце большое, он сможет любить и десять женщин. Раз надо мужу, значит, так и будет. Русские самые строгие мусульманки. Знают Коран чуть ли не наизусть, носят самую закрытую одежду, регулярно ходят в мечеть. Даже анекдоты у них религиозные. Да, и подходит такой старый, мемочный старик такой. Притягивает ему руку, он хватает его за руку. Ты кто? Он говорит, я твои утренние намазы. А, нет, нет, я твои намазы, конечно. Он говорит, почему ты так костно пришел? А, ты тоже всегда на намазы пас. Ай, не могу, боже, они не затягиваются. Веселые московские мусульманки после пятничной молитвы ведут ижевскую красавицу кататься на роликах. Периодически слышны возгласы «Иншалла», что значит «на все воля Аллаха». Илона все еще заменяет это исламское выражение на более привычное «Господи». Вот я так же на коньках. Колени сгибаю. Чуть-чуть согни колени. Чуть-чуть согни колени. Как так-то. Русским мусульманкам запрещено носить открытую одежду, здороваться с мужчинами за руку, ходить в ночные клубы. В общем, много всяких нельзя. Но вот о роликах в Коране не сказано ни слова. А что не запрещено, то разрешено. Тем не менее, одна из русских девушек Амина в прошлом Татьяна от роликов на всякий случай отказывается. Раз на этот счет в Коране никаких инструкций, то и неизвестно, подобает ли такое поведение мусульманке. Раньше 19-летняя Амина руководила стритрейсингом, ночными гонками. Теперь даже фотографии с заездов никому не показывает. И то, когда первый раз я увидела слезы своей мамы, мне было очень больно. Я понимала, что ей делают больно. Но я также осознавала, что платок я не сниму ни при каких обстоятельствах. Потому что был момент, когда она меня увидела в метро в платке, в длинной юбке, в платке. И она подошла, и этот платок сорвала в метро. Я его очень аккуратненько надела и сказала, больше так не делала. Особенности личности, склонность к эпатажу нестандартным решением, говорят психологи про таких, как Амина. В ислам она окунулась, как в интересную игру. Приняв эту религию, она вскоре нашла себе жениха. По интернету, русского парня из Германии, тоже мусульманина, за которого всерьез собирается замуж и которого увидят впервые, только на свадьбе. После свадьбы, после того, как будет заключен брак по воле Всевышнего, я одену никап. То есть, закрыть лицо, оставить одни глаза. Я хочу принадлежать только своему мужу. Здесь корсет, который нам не подходит. Здесь вот идет такое декольте. Здесь открыты плечи. Ну, это понятно, что оно нам совсем не подходит. К сожалению, оно притренно на очень. Принимая ислам, все эти девушки добровольно создают себе трудности и потом с упорством и упоением их преодолевают. Уезжают от непонимающих родителей, расходятся с друзьями, им трудно поступить в институт и практически невозможно в платке и хиджабе устроиться на работу. Мы целый день пытались устроить одну из мусульманок на работу. Ей не удалось стать ни секретарем, ни менеджером, ни поваром, ни продавцом. Экзотический внешний вид отпугнул работодателей. Илона, поступая в институт, сдавала экзамены в закрытом платье, но на всякий случай без платка. Сокурсники только на первых занятиях узнали, что девушка с модельными внешними данными исповедует ислам. Сейчас Илона днем ухаживает за годовалым ребенком сестры, а вечером учится. Ну, я думаю, что она еще молодая, но у нее все впереди. Она научится, она окрепнет в исламе, найдет себе достойного мужа и будет жить. Я думаю, что она полюбила ислам навсегда. О, я представляла, что я вырасту, стану бизнес-леди какой-нибудь, и будет у меня шикарная жизнь. Жизнь подправила мечты Илоне, а выбор у нее был небольшой. Либо оставаться в Ижевске с ограничивающими свободу родителями, либо менять маленький скучный городок на жизнерадостный мегаполис, но жить со строгими сестрами по исламским законам. Она стала москвичкой в мусульманском платке. И прочитав книгу Коран, я поняла, что это книга от Бога, который не мог написать человек. И как бы я следую этим законам. И надеюсь, что я получу награду от Аллаха в другом мире.